Пересказ веб-романа Твих за авторством Джона Макрея. Часть 2. Демонстрация взаимодействий и начало путешествия. Арка 5. Сцена 1. Врава. Синтия Инлей в Академии Редхэма перед побегом и созданием группы повстанцев под названием Копья, она была последним куратором проекта под названием Четыре шубки, в оригинале Four Humors. Синтия – красотка, она это знает и умело этим пользуется. Четыре шубки – это группа из четырех экспериментов Академии Редхэма. Меланхолия, флегматик, холерик и сангвиник. Каждый носит при себе по кольцу, как символу принадлежности к этой группе. Сангвиник обладает глазами, способными фокусироваться для глядения вдаль, словно бинокль или вблизь, словно микроскоп. Его глаза размером с маленький кулак. Он может видеть мельчайшие пылинки, скользящие на потоках воздуха, может расширять поле зрения, может перенастраивать глаза, чтобы видеть в темноте или при ярком свете. Он может смотреть одновременно в два направления. Зрительная память у него значительно лучше, чем у обычных людей. Меланхолия обладает сверхчувствительным нюхом, балдеет от ножей. У нее перекосоебенное лицо, и она носит длинные волосы, не спадающие на лицо. У нее большие глаза, непропорциональные черты лица, странная форма головы, она высокая и у нее есть горб. Она могла отдавать приказы солдатам и ее слушались, хотя она и не была из руководящих офицеров. Это было обусловлено ее приближенностью к Синтии. Холерик про него известно, что он ведет черненький маленький блокнотик, в котором он подсчитывает, сколько раз к членам их четверки кто-то говорил фразу вроде «Мы одинаковые». Флегматик обладает слухом, способным слышать в широком спектре диапазонов. Голова под странным углом, словно у него сломана шея. Нечесанные волосы, нечесанная борода, странно вытянутые черты лица, сплюснутый широкий нос. Использует канистры с газом, которые использовала Синтия, спасая Перси от пса и ловца. Он был улучшен врачами повстанцев, чтобы дольше задерживать дыхание. Ему нарастили дополнительные кожаные перегородки для перекрывания отверстий на голове, через которые в него мог попасть газ. У него есть по несколько разных барабанных перепонок в каждом ухе. Их группа специализировалась на выслеживании и убийствах людей. Они все бежали из академии со своим куратором. Сцена вторая. Враг. Весна, 1922 год. После стерилизации, устроенной Женевьевой, в коронных штатах Америки начинается вторая американская революция. Множество профессоров академии переходят на сторону повстанцев. Вестмор – город зигзагообразной формы, разместившийся в горах. Основным источником дохода является добыча, экспорт железа и производство изделий из железа. Выходы из города перекрыты крепкими воротами и ведут на горные тропинки. В начале войны в Вестморе начинается восстание. Армия короны отбивает его за несколько недель, после чего в нем была расквартирована армия короны. В часе езды от Вестмора расположен город Уитни. Уитни – это маленький город, не спроектированный для военных целей. Его защита была сложной задачей. Здания в центре были в основном магазинами, до того как туда въехали повстанцы Синтии. Грунт между этими городами слишком твердый, чтобы рытье в нем окопов было оправдано. Эймс – бывший солдат короны. Много лет назад, чтобы избежать крупного сражения на стороне академии, он обратился к врачу на черном рынке, чтобы организовать себе рану на ноге и тяжелую инфекцию. Эта инфекция изменила его душевное состояние. С тех пор, участвуя в сражениях, он всегда стремится только выжить. Его действия приводили к тому, что он раз за разом выживал, и многие его сослуживцы платили за это своими жизнями. Выйдя из войны живым, он смог похвастаться большим опытом участия в военных действиях. Когда началась революция, Эймс встал на сторону повстанцев и, благодаря репутации и уважению среди солдат, получил больше власти и контроля, чем имел мэр города Уитни. Профессора, вставшие на сторону повстанцев, разработали проект «Чумные» в оригинале «Плагмен». Солдаты, ставшие чумными, были заражены самыми разнообразными вирусами и паразитами, а их улучшенное здоровье позволяло им не умирать и не распространять эту дрянь. На их коже присутствовали фурункулы, чумные, чрезвычайно спокойные, отстраненно созерцающие, иногда тупо пялятся в никуда. Их отбирали из патриотов своего города, уверенных, что Академия и Корона пришли убивать их семьи. Они стали неуязвимы практически ко всем ядам, наркотикам, паразитам, вирусам и прочему тому подобному, что могла на них свалить Академия. Также, оставшись без сдерживания со стороны Короны и Академии, профессора и солдаты совершили прорыв в области вооружения. Были изобретены крупнокалиберные винтовки, именуемые как «Экзорцист». Снаряд «Экзорциста» при попадании в цель раскрывался цветочком. Выстрел из них был способен уложить шитого с одного выстрела. Также была изобретена дальнобойная винтовка со сверхзвуковым патроном. Армия Короны, расквартированная в Вестморе, готовится к битве и ждет сигнала от шпионов, засланных в Уитни. Шпионы, засланные в Уитни, шантажируют Эймса сливом доказательств того, что он ебаное ссыкло, добившиеся своей репутации, сливая своих братьев по оружию, ради спасения своей шкуры. Один из шпионов – маленькая блондиночка, лет 12 на вид. Ее приставляют к Эймсу на роль его дочери и она повсюду за ним таскается. Двух других шпионов такого же возраста Эймс нанимает на работу в главный штаб повстанцев. Мальчик в очках и с длинными блондинистыми волосами, собранными в хвост, получает работу сортировщика писем. Мальчик Дрыщ получает работу бегунка посыльного. В город прибывает Синтия Инулей и ее повстанцы, Копья. Она добивается права голоса среди капитанов повстанческой армии. Директор Академии имени Леди Сесил сливает ей инфу о том, как он столкнулся со странными детьми из Академии Редхэма. Синтия приказывает отстранить всех детей от сотрудничества с армией по любым вопросам. По ее приказу, солдаты отлавливают бездомных животных и вводят им вещество, которое станет отравой для щенков. Если те появятся в городе и будут есть животных, чтобы расти. Или если появятся неведомые создания Академии, которым будет нужна еда, чтобы размножаться. Имлей организовывает званый ужин в местном театре, чтобы презентовать себя и наладить связи с капитанами и чиновниками в Уитни. Ей приносят описание детей Редхэма, о которых говорил директор. Она передает описание меланхолии. Сама же остается на званом ужине. Сцена третья. Ягнята. На этой работе Академия впервые дала ягнятам карт-бланш на любые способы нанесения урона, до которого они способны додуматься. Сай и Джейми работают в штабе повстанцев. Профессор Шипман создает пауков размером с кошку. Они могут впрыскивать жертвы обезболивающие, резать одежду и сшивать конечности паутиной, обездвиживая жертву. Мэри и Гордон размещают их по городу, в коробках. Пауки не вылазят и ждут сигнала. У Гордона начинаются фантомные боли и тремор в руках. Симптомы пока что слабые и редко проявляются. Его срок годности начинает истекать. Лиллиан в качестве прикрытия ходит в местную школу. Капитан почтового отдела сообщает Сильвестру и Джейми, что они уволены. Поступил приказ сверху прогнать всех детей. Оба отправляются забрать Хеллен. Они готовятся свернуть свою деятельность в Уитни. Пройдя к театру, они обманом проникают внутрь и скидывают куртки на кухне, чтобы не выделяться. Они замечают много богатейших людей города. Джейми узнает пятерых профессоров академии. Предатели. Сай замечает женщину в униформе с длинными волосами, частично скрывающими ее кривое лицо. У нее в руках куртки Джейми и Сая. Она принюхивается к курткам. Надеюсь, что организаторы мероприятия будут против возникновения кровавых и безобразных сцен. Сай и Джейми проталкиваются к Хеллен и Эймсу. Разыгрывают сцену. Сай выставляет Джейми мальчиком, влюбившимся в Хелен и пришедшим сюда попросить ее о свидании. Эймс им подыгрывает. Синтия останавливает свою четверку от каких-либо решительных действий. А еще, вероятно, Фрей просила Синтию об одолжении не убивать ягнят. Но это не точно. Ягнята покидают это мероприятие, отделавшись легким испугом. Они прячутся в кафешке. Удовлетворяют страсть Хелен к десертам. Планируют, как им незаметно, пройти через город, добраться до остальных ягнят и Гладис Шипман, а потом сбежать из города. Сцена четвертая. Враг. Сангвиник занял позицию на крыше театра. Оттуда он видит меланхолию и та жестами указывает ему местоположение их добычи. Сангвиник спускается и находит более удобную позицию для ведения огня. Когда добыча покидает ресторан, он стреляет в правый бок самому дрыщавому. Сверхзвуковая пуля сбивает жертву с ног, прежде чем до добычи успевает долететь звук выстрела. Девочка и очкарик предсказуемо принимают эту абузу и волочат подстреленного в переулок. Меланхолия и флегматик падают добычи на хвост, в надежде захватить их в плен для допроса. Флегматик сорвал чеку с канистры с газом, поместил канистру в шипастую клетку на конце цепи. С этим оружием он вбежал в переулок вслед за детьми Ретхэма и атаковал блондинку, используя цепь как гасила. За это он получил пулю в грудь от очкарика. Вторая пуля попала в канистру у него на груди и переулок начал заполняться черными миазмами. Сангвиник преследовал их по крыше и пытался подстрелить добычу из револьвера. Но уже начинало темнеть и миазмы скрывали обзор. Сангвиники меланхолия занимают позиции, чтобы контролировать три из пяти возможных выходов из облаков газа. Когда газ рассеивается, добычу уже нигде не видно. Сангвиники меланхолия разделяются, чтобы пойти поискать беглецов по двум оставшимся возможным направлениям, через которые они могли сбежать. Этот район, он с одноэтажными домиками, где-то между домами есть проходы, где-то дома стоят вплотную. Наконец меланхолия находит добычу по запаху. Замечает, что подстреленного успели подлатать. С собой аптечки у них не было, а значит помог кто-то из местных. Она задумывается, было ли это предательством или добыча обманом добыла средства для лечения. Также возникает вопрос, как академия могла допустить, чтобы эксперимент обучался их методом врачевания. Она преследует их и загоняет на стоянку для карет. Добыча прячется под одной из них. Меланхолия не успевает бросить под карету канистры с газом. Подстреленный пиздюк начинает говорить о том, что через час ей понадобятся все канистры, все пули и все ножи, которые она сможет найти. Он говорит про ловушки в виде ящиков, расставленных по всему городу и очень скоро монстры в них проснутся и нападут на город, после чего предатели подадут армии короны сигнал для начала штурма. Меланхолия выдергивает чеку из одной канистры и прежде чем успевает бросить, из-под кареты на нее выпрыгивает блондинка. Мел уворачивается, снимает пленку с внутренней стороны пояса с канистрами. Так она открывает слой клея. Вскрывает оставшиеся канистры и броском лепит пояс на блондинку. Клубы разноцветного дыма скрывают Хелен и заволакивают переулок. Мел уходит предупредить повстанцев о коробках и о готовящемся этой ночью штурме. Сцена пятая. Ягнята. Ягнята находят друг друга. Джейми и Хелен из-за газа плохо видят и у них нарушено дыхание. Сай страдает от херовенько зашитого пулевого ранения. Усилиями Джейми, который втайне от докторов достал книги по методам лечения, используемым в академии. Из раны Сая извлекли круглую пулю. Это следствие политики короны, основанной на недопущении появления оружия, способного существенно навредить феодалам, имеющим самые передовые улучшения академии. Шипман свистит в специальный ультразвуковой свисток, активируя своих пауков. Пауки симулируют идентичный свист, пробуждая своих братьев, до которых свист Шипман не достал. Все огорчены. Учитывая все переменные, от пауков теперь будет немного толку. Больше месяца работы щенку под хвост, ягнята покидают Уитни и добираются до Уэстмора. Они добиваются аудиенции у бригадира, управляющего расквартированной здесь армией короны. Бригадир почтительно относится к ягнятам и даже говорит, что может оставить их тут в лазарете на недельку, если им нужно отдохнуть. Но они отказываются. Он принимает их предложение по усилению периметра и патрулирование для защиты от проникновения лазутчиков, вроде меланхолии. Бригадир осведомлен о природе ягнят. Все ягнята получают необходимое им лечение. Гордон признается, что ему становится хуже. Они обсуждают с Саем возможность переметнуться на сторону повстанцев. С остальными ягнятами они обсуждают возможность вырубить бригадира и отдавать команды от его имени, если он будет неблагоразумен. Армия Уитни атакует Вестмар трижды за ночь. Бригадир продолжает прислушиваться к советам ягнят. При третьем штурме Вестмара среди нападавших шитых оказывается шиты сделаны из флегматика. На столе патологоанатома при подсказках и умничании Лиллиан, которая до кучи получала подсказки на ушко от Шипман, во флегматике находят тонкий кожаный пузырь, с газом и аккуратно извлекают. Холерик становится следующим телом на столе патологоанатома. Спустя час происходит еще одна атака. Сцена шестая. Враг. Сангвиник занимает позицию на утесе горы в нескольких километрах от Вестмара. Боевой зверь докторов Вестмара длинношерстый, с тоннами мышц и двумя рогами, которые больше 12-летнего мальчика. Боевой зверь докторов Уитни безрогий. Процентов на 20 меньше Вестмарского и с толстой шкурой. Командование Уитни направляет еще одну атаку. Теперь с шитыми, чумными и поддержкой боевого зверя. Сангвиник стреляет по операторам шитых Вестмара. Чумные продвигаются к воротам Вестмара, ведя огонь из-за спин своих шитых. Шитые несут перед собой стальные пластины. Зверь Уитни пробегает под обстрелом солдат Вестмара. Потеряв один глаз, он упирается в ворота, не в силах их пробить. Меланхолия отклеивается от живота зверя и закладывает бомбу под ворота. Зверь отступает. Бомба взрывается. Зверь из Уитни возвращается без меланхолии и доламывает ворота. Зверь Вестмара отрывает ему голову. В пробитые ворота влетают канистры с газом, а следом проходят чумные. Шитые из Уитни остаются снаружи из-за угрозы, которую представляет газ. Чумные используют экзорцистов. Газ и бомбы, начиненные черными кристаллами, которые при попадании в рану причиняют боль, от которой жертва может покончить с собой. Двое оставшихся зверей Вестмара оказываются мертвы менее чем через минуту, будучи расстреляны экзорцистами. Они успевают забрать несколько чумных с собой на тот свет. Армия Вестмара отступает вглубь города. Один из чумных находит ребенка, лежащего на земле и кричащего. Его задело осколками кристалла. Рядом с ребенком его друзья, мальчик и девочка, ослепленные газом. Чумные всех связывают и относят в свой лазарет, организованный прямо в Вестмаре в палатке. В палатке, которая час назад принадлежала докторам Вестмара. Армия Уитни пробивается глубже в Вестмар. Сцена седьмая. Ягнята. Мэри убивает доктора, извлекающего из Сая кристаллы. Гордон убивает чумного. Они проделывают это, будучи связаны по рукам и ногам. Сай избавляется от остатков кристаллов, которые он сам себе засунул в рану. Он быстро возвращается в функциональное состояние. У него большой опыт переживания боли, связанный с применением формулы Виверны с раннего детства. Но у него все равно начинаются проблемы с голосом. Ему очень тяжело говорить. Все трое страдают от ухудшившегося зрения после попадания в глаза газа. Идет ледяной дождь. Начинается рассвет. Сай, Мэри и Гордон идут через Вестмар, поджигая каждое здание на своем пути по инициативе Сая. Ибо тот считает, что город не должен или не может выстоять. Жар и дым затапливает часть города. Сцена восьмая. Враг. Армия Уитни пробивается до центра города. Бригадир армии Вестмара сидит у себя в штабе с ягнятами, несколькими шитами и капитанами. У главного штаба формируется линия соприкосновения между армиями. Солдаты занимают дома и распределяются по кварталам вокруг штаба. По городу звучат вяло текущие перестрелки. Позиции заняты. Никто не высовывается. Солдаты Уитни ждут успехов от союзников на других фронтах и перегруппироваются. Меланхолия с чумными пытается зачистить квартал вокруг штаба, в котором засел бригадир армии Короны. Она ввязывается в перестрелки с солдатами Вестмара и натыкается на Гордона, Мэри и Сильвестра. Флегматик мертв. Она ожидает, что Холерик тоже. Она нападает на этих ягнят и кромсает их до беспомощного состояния. Мэри и Гордона связывает и оставляет с солдатом для переноски к заложникам, ожидая, что они оба истекут кровью. Мэл берет Сильвестра с собой, отводит к штабу, добивается аудиенции бригадира, спрашивает у Шитого на входе, сколько человек, бойцов и шитых внутри. Получает цифры, заходит в штаб, ведя Сая с ножом у горла. Меланхолия предлагает бригадиру, если вы сдадитесь и прикажете своим людям здесь не сопротивляться, вам всем будет предоставлен безопасный проход. С вами будут обращаться, как с военно-пленными и оказывать вам уважение. В обмен она хочет головы ягнят, в уплату смерти ее напарник. Бригадир принимает предложение и присутствующих на его стороне ягнят хватают. Меланхолия роняет Сая, но ничего больше она сделать не успевает. Хелен падает с потолка на спину меланхолии. Тот, шитый на входе, был человеком, которому сделали косметические операции, добавив шрамы и провода, чтобы он был похож на Шитого. И он напиздел меланхолии о количестве врагов, ожидающих ее в штабе. Сцена 10. Ягнята. Они находят у Мел письмо, и Джейми копирует ее почерк. Пишет три письма. В первом сообщение для офицера Мэтсена о том, что в шахтах под Вестмаром есть супероружие, про которое никто не знал, а также тайники с оружием. Приказ Меланхолии оставить небольшую команду для охраны фронта, ибо скоро прибудут другие подразделения, чтобы укрепить его позиции. А Мэтсон должен добраться до шахты и обыскать там все со своими людьми. Другое письмо – это приказ посадить заложников в кареты и отвезти под стражу в Уитни. Ягнят выставляют отпрысками знатного рода. Глэдис Шипман, бригадир и еще пара значимых людей выставляются как военнопленные. Что было в третьем конверте – неважно. Ну, то есть я забыл и забил, и вам советую. Хелен взбирается на спину Глэдис, изменяет мускулатуру своего лица, подражая Меланхолии. Изменяет положение костей в теле, чтобы подражать ее высокой горбатой фигуре. Лиллиан срезает скальп с Хелен и с Меланхолией. Накидывает скальп Мел на голову Хел и сверху на Хелен и Шипман накидывает плащ Дождевик Меланхолии. Джейми подсказывает Хелен, что нужно изменить, чтобы быть больше похожей лицом и горбом на Меланхолию. Лил оказывает медпомощь Саю, он снова видит и может говорить. Сай выпадает из штаб-квартиры первым, так, словно ему дали пинка под зад, и передает письмо одному из солдат Уитни и говорит от имени Меланхолии, рассказывая о заключенной сделке. Инфа о супероружии, капитуляция бригадира и трех старших офицеров в обмен на сохранение жизни им и людям, которые были с ними в штабе. Все выходят под дождь в кандалах и фейковая Меланхолия отводит их к вагонам с запряженными в них шитыми лошадьми. Бригадир приказывает своим людям держать оборону, не стрелять и не мешать. Солдат, получивший письма, отправляет их с гонцами по назначению. Сай просит привезти его друзей, которых Мел порезала в квартале отсюда. Говорит, что они часть сделки. Фейковая Мел кивает. Его просьбу удовлетворяет. Выехав из Вестмара, пленники убивают чумных, которые были приставлены к ним для охраны. Бригадир и его люди высаживаются на полпути к Уитни и дальше им предстоит съебывать и добираться до союзников пешкодралом. Сай отмечает, что бригадир не слишком рад тому, что выжил. Ягнята едут возвращаться у Уитни за Синтией и Млей. В Уитни Сангвиник заметит детские следы в грязи, оставленные там минуту назад, и пройдет по ним, охотясь на ягнят. Следы приведут его к магазину, второй этаж которого был переоборудован в казармы для солдат. Сангвиник столкнется с одним из ягнят и от него получит веселые извинения за смерть меланхолии, холерика и флегматика. Ягнята находят место проживания Синтии и устраивают пожар, используя контейнеры с воспламеняющимся газом, украденные у местных солдат. Синтия превратится в факел и сильно обгорит. Ягнята сбегут. Сангвиник останется весел и вдохновлен тем, какие ягнята способны маленькие монстры. В конце Сангвиник упомянет, что их четверке кто-то давал приказ оставить ягнят в живых, но не то чтобы его это сильно заботило. Также стоит отметить, что Сангвиник несколько раз размышлял продолжить ему охоту на ягнят или присоединиться к спасению Синтии. Кажется он немного психопат. Это конец второй части, пересказ от Виг. Спасибо, что дослушали. До встречи. Продолжение следует...